Здравствуйте, меня зовут Высоцкий Александр, я являюсь основателем консалтинговой компании Высоцкий консалтинг. И тема, которую я хотел сейчас раскрыть, это как привлечь новых клиентов и создать понимание вашего продукта или ваших услуг. Прежде всего я хочу сказать, я не буду говорить сейчас о рекламе, в классическом понимании этого. Я не буду сейчас говорить о каких-то материалах, как делать рекламу. Я хочу рассказать вам об одном совершенно уникальном инструменте, который во многих видах бизнеса уже используется, но тем не менее, по какой-то причине это не является широко известно. Этот инструмент называется вводные услуги, еще его называют ознакомительные услуги. Этот инструмент используется тогда, когда продавать ваш основной продукт, ваш основной товар или вашу основную услугу довольно тяжело. Ну, например, если вы занимаетесь полиграфией, найти клиента, который распечатает, напечатает у вас какой-то многостраничный каталог, а это то, на чем можно заработать, напечатает у вас какой-то свой журнал, это то, на чем можно заработать, довольно сложно. В консалтинге найти клиента на консалтинговую программу, такую, как, например, у нас, она продолжается 9 месяцев и стоит довольно дорого, найти клиента довольно сложно. Вообще, во всех практически видах бизнеса, которые работают на заказ по отдельным каким-то уникальным контрактам, находить клиентов сложно и дорого. Для того, чтобы находить клиента, можно использовать специальные вводные услуги. Что это такое? Ну, давайте я вам сначала расскажу небольшую историю, чтобы было представление. Когда-то мы с моим партнером создали предприятие Герольдмастер. Это ведущее в Европе предприятие по производству орденов, медалей и наград. Но основной заказчик этого предприятия – это крупные организации, крупные заводы, корпорации, государственные организации всех уровней. И эти организации, они характерны тем, что в этой большой организации найти человека, который отвечает за заказ наград, довольно сложно. То есть, можно потратить недели или месяцы на то, чтобы просто добраться до этого человека. Обычно он окружен там заместителями, секретарями и так далее. И в свое время я начал думать над тем, как же нам найти такой способ, чтобы быстро проникать. И я провел небольшие исследования, небольшие опросы, и я выяснил, что вот эти ребята, которым поручают заказы дорогих корпоративных наград или сувениров, этим же людям поручают обеспечивать корпорацию какой-то мелкой сувенирной продукции. Знаете, когда делегация едет куда-то в гости или мы принимаем какую-то делегацию, мы должны дарить мелкие сувениры. И для этих людей это довольно большая головная боль, потому что это должны быть сувениры, которые не купишь в обычном магазине. Найти их не так просто. Все время, их все время требуется дозаказывать. И тогда я придумал следующую идею. Мы взяли, разработали, изготовили, положили на склад порядка 20 разных видов значков, брелоков и галсточных зажимов с символикой Киева, Украины и так далее. То есть то, что пользовалось спросом, как сувениры. Затем мы разработали небольшой каталог, знаете, типа товары почты. Маленький каталог, 20 изделий, очень умеренные цены, великолепного качества фотографии. И мы начали эти каталоги рассылать по всем этим организациям, министерствам и ведомствам. И знаете, что происходило? Рано или поздно этот каталог попадал на стол к этому человеку. И он делал заказ. То есть он сам обращался в нашу компанию. Один менеджер в нашей компании комплектовал все эти заказы и отправлял. А после того, как посылка была получена, имя этого человека, который у нас заказал по каталогу, отправляли в отдел продаж. И из отдела продаж ему уже звонил опытный менеджер, который работал над тем, чтобы продавать заказы на награды. И он уже звонил и говорил, Иван Иванович, здравствуйте, вы получили наши значки? Да, хорошо. Вы знаете, я так понимаю, что вы занимаетесь также вопросами ваших корпоративных наград? Да, ну ладно, я тогда к вам приеду в гости, у меня есть кое-что, что я лично вам хотел бы показать. То есть он делал продажу основного продукта компании, на котором компания зарабатывает деньги. Подобные механизмы мы используем в консалтинге. Мы проводим семинары, мы проводим вебинары, мы проводим всевозможные клубы, кейс-клубы и так далее. Для чего? Это маленькая услуга, на которой мы на самом деле не зарабатываем. Это небольшая услуга, которую довольно легко продать. Но если кто-то заинтересовался этой услугой, то это человек, который интересуется управлением, развитием компании, это наш потенциальный клиент. И потом мы можем продавать наш основной продукт, нашу основную услугу. Для того, чтобы вводные услуги работали. Первое, что я вам хочу сказать, это совершенно отдельная область деятельности. Как в Герольтмастере, например, распространение этих каталогов и обслуживание по почте заказчиков, этим занималось отдельное подразделение, так и в любой компании. Вводными услугами всегда занимается отдельное подразделение. Ни отдел продаж, ни производство не имеет к этому никакого отношения. Это очень важно. Потому что если вводными услугами будет заниматься отдел продаж, то скорее всего этих вводных услуг не будет. Потому что у отдела продаж есть всегда более важные приоритеты. Это обеспечивать компанию доходом. Поэтому это всегда отдельное подразделение. Для того, чтобы вводные услуги работали, необходимо, чтобы они были легкими, чтобы их было легко рекламировать, чтобы их было легко продавать. У нас сложности хватает с нашим основным продуктом. Дальше. Очень важно, чтобы это были услуги, которые можно было массово легко предоставлять, чтобы они не загружали ваше производственное подразделение. Другими словами, то есть если ваш основной продукт, вы продаете оптом мебель, то продажа одного комплекта мебели не является точно вводной услугой. Понимаете, возможно для вас вводной услугой будут семинары для тех, кто в розницу торгует мебелью о том, как лучше продавать клиентам мебель в розницу. И это может быть вводной услугой. То есть видите, она не имеет никакого отношения к вашему основному продукту. За исключением одного. Эта вводная услуга позволяет вам получить имена людей, имена клиентов, которым вы потом можете продать свой основной продукт и заработать на этом. Следующее. Идеально, если ваша вводная услуга создает понимание. В Геройтмастере вводная услуга создавала понимание, потому что человек мог посмотреть на один небольшой значок, оценить его качество и потом с ним можно было говорить уже о наградах. Ну и, конечно, самое лучшее, если вводная услуга себя окупает. К сожалению, не всегда это удается. И нам в консалтинге приходится делать вводные услуги, которые бесплатные, вводные услуги, которые, скажем, приносят некоторые издержки больше, чем доходы. Но идеально, вот как это было сделано в Геройтмастере, идеальное положение дел, если вводная услуга себя окупает. В этом случае вы фактически получаете работающий механизм, который постоянно, как пылесос, позволяет выкачивать с рынка нужные вам имена. И вы получаете в результате имена нужных вам клиентов, и вы получаете понимание. И при этом вы не тратите денег. В предыдущем ролике я рассказывал о том, во что обходятся потери клиентов, сколько обходится приобретение одного нового клиента. Когда вы используете правильные вводные услуги, вы просто на этом экономите. Вы можете приобретать клиентов бесплатно или даже зарабатывать на этом. И еще несколько примеров. Вводные услуги могут быть совершенно в любой области деятельности. Например, супермаркеты. Наверное, вы обращали внимание, что в больших супермаркетах есть закассовая зона, где размещены отделения банков, терминалы оплаты, всевозможная ювелирка, ремонт часов и так далее, и так далее. Что это такое? Это вводные услуги. Они размещены там только с одной целью. Для того, чтобы человек, который не собирался зайти в этот супермаркет, ему надо поменять батарейку в пульте дистанционного управления или отремонтировать часы. Он зашел в этот супермаркет, в эту закассовую зону, ну и, как обычно, почуяв запах свежих булок, вспомнил, что ребенку надо купить чупа-чупс и вышел с полной тележкой товара. Еще один наш знакомый клиент – это компания, которая торгует стройматериалами оптом. Ну, представьте себе, вот эти мешки, всевозможные клеи, краски, шпаклевки и так далее. Продают оптом. Их основной клиент – это ребята, которые берут мелким оптом и потом в розницу продают на всевозможных стихийных строительных рынках, в селах, деревнях и так далее, маленьких населенных пунктов. Естественно, у этих ребят нет ни телефонов в справочниках, они не дают рекламу, найти их очень сложно. Но эта компания оптовая, что они сделали? Они провели исследование, они выяснили, что всем этим ребятам, которые продают эти стройматериалы мешками, им необходимы стеллажи, куда можно выставлять эти мешки. Они обнаружили, что для этих ребят это проблема. У них маленькая площадь, они хотят разместить там побольше товара. И фактически это оптовая компания. Что они сделали? Они взяли и начали производить стеллажи, на которые очень удобно становились мешки. Они начали рекламировать эти стеллажи на всех рынках, там везде, где только можно. И, естественно, все люди, которые продают вот эти стройматериалы в мешках, они начали к ним приходить и покупать стеллажи. Это была великолепная вводная услуга, которая окупала себя. Они не зарабатывали на этом, конечно, столько, сколько они зарабатывали на оптовой продаже стройматериалов. Но, тем не менее, они бесплатно получали имена, получали понимание. И их отдел продаж получал живого, потенциального клиента, которого можно посмотреть в глаза, с которым можно поговорить. И, естественно, на этих стеллажах со временем появлялись мешки этой компании. Ваша скорость развития во многом зависит от того, есть ли у вас вводные услуги или нет. Я рекомендую вам их создать. С вами был Высоцкий Александр, Высоцкий консалтинг.